А сейчас мы ведем репортаж из нашего Большого Зала Центра Современного Искусства Аурум, который выставил выставку под названием «Блэксия». Здесь участвуют четыре художника. Ильичев Владимир, Ильичева Елена, Самаркина Ася и Лилия Кучер. Две последних девушки работают у нас в Ауруме менеджером и главным преподавателем в школе. Эти девушки закончили высшее учебное заведение. И вот я сейчас стою на фоне работ Самаркина Аси. И посмотрите, какие прелестные работы по поводу морского побережья, за которое мы всегда цепляемся, чтобы написать картины, Ася выставила. Это графика. Это хорошо, что есть и графические работы, и живописные работы. Умничка, так держать Ася. А теперь пойдем дальше. Посмотрите, Владимир Ильичев и я, Елена Ильичева, так прощались с нашим домиком у моря. Вот это вот маленькие нашлепочки, маленькие композиционные цветовые, как сказать, этюды, которые мы последние написали в конце лета 2019 года. Нас никто не трогал в течение двух дней. Эта выставка была написана за два дня. Причем, чем она славится? Эти работы сделаны на других, не очень хорошего качества работах. Вот эти вот прищепочки, приспособы, да, они написаны на клаптиках, которые когда-то застоялись в мастерской. Вот эта вот рыбка написана на специальном подмалевочке, в которой мы начинали какую-то работку, да, и потом не закончили. Раз, и обиженная рыбка в сети попалась. Вот такой есть предмет, который называется, ну, осветитель чего-то, что на побережье может всегда служить каким-то ориентиром света, да, потому что побережье иногда бывает темное, а корабли не видят, куда пристать. Как написана эта работа? Иногда бывает, что краска с холста остается, и мы эту краску, чтобы не выбросить, накидываем на какой-то холстик ненужный, и потом делаем из этого подмалевка, делаем какую-нибудь, ну, как вам сказать, маленькую картину. Ну, эти пейзажи, конечно, написаны раньше, и пароходик, вот этот атлас, так, написан Владимира Техника, и вот Blade & Sox Art Technologies, так, и вот эта вот работа тоже написана на другой работе, которая была неприятного цветового решения, вот она. А потом это приятное цветовое решение, стихия воздуха, стихия воды, стихия песка, была сделана уже в состоянии, когда художник является вдохновленным. И вот, конечно, пошли работы, которые называются «Наблюдатель скрытого пространства». И не всегда предметы являются тем, для чего они предназначены. Так, наблюдатель наш – это старый-старый деревянный мольберт и колба фотоувеличителя. Вот такой вот предмет стоял перед нашим домиком и стал арт-объектом этого пространства. А вот эти вот мазочки сделаны интуитивным образом, и они как бы выплеснуты изнутри художника. А Владимир сейчас расскажет тоже немножко о своих этих работах, потому что они написаны со мной вместе в четыре руки. Вот эта вот голубая патина, можно ли растворить железо в воздухе? Вот такой столик ржавый стоял у нас там. И можно ли этот голубой воздух распространить по всему холсту и сделать им патину на железках? Вон два весла какие-то, да, которые вместе навсегда. Ведь тот домик, в котором сейчас находится наша мастерская в Грибовке на песке – это бывший домик рыбака. И все вот эти аксессуары, которые пооставались от этого рыбака, они сейчас служат нам арт-объектами. И вот это кресло, да, и если оно выставлено на деревянные доски, и сзади фон моря, а это все находится на песке, значит, это уже картина с предполагаемым рыбаком, который может сидеть на этом кресле и встречать, допустим, восход солнца. Пулачка, иди расскажи парочку о работах вот таких. Вот что это за сундучок? Можно даже с точки зрения архитектора, кандидата архитектуры, под что? Вы же пишете работы не только как объект изобразительного искусства, вы же и под интерьер их делаете? Под какой бы... Вот эти работы, они почему интерьерные? Потому что они написаны в сноту. Это реальные объекты, они не высосаны из пальца или не скопированы из фотографий. Даже вот тот, который стоит на лапках? Вот этот на лапках, который стоит, это вот, я не знаю, конкретно этот или один из них, но вот стаи чаек нас окружали непрерывно. Вот, и у нас был такой период, когда у нас оставалась рыбка, и мидии, мы варили мидии, и мы кормили чаек, бросали, и чайки просто вот кружились возле нас такой безумной толпой. И вот одно из этих чаек, я делал зарисовки отдельно, рисуночки такие, и одна из этих чаек вошла в историю. Вот она наловила кучу рыбки, вот такая вот композиция возникла. Это зажавшиеся одесские чайки, которые мы кормим мидиями и рыбой. Да, да, к сожалению, или к счастью так, говорят, что тяжелая жизнь, но не у чая, а детство. А вот архитектура, да, я ходил, смотрел на побережье, искал объекты архитектуры. Вот такое вот сооружение, которое вот слепили буквально там местные мастера, вот такая вот вышка, с которой дети прыгали, там и дети, и взрослые, они забирались наверх и прыгали. И в какой-то момент там вынесли на берег, чтобы не унесло где-то там, не повалило. Вот, и это такой арт-объект был, это кусочек грибовки, кусочек энергетики грибовской, кусочек энергетики черноморского побережья, который введет в любой интерьер и будет его греть. Да, потому что работы выхолощенные, которые написаны с фотографией там или придуманные, они не интересны. А работы энергетичные и интересные. Вот такие, например, как вот этот мольберт, да, это мольберт, на котором мы с Леной написали массу работ. И вот мы его поставили в какой-то момент прямо перед домиком нашим, в котором мы жили, и вот он изображен, то есть предмет. А вот как мы пишем, да, пишем, говорят, а как вы пишете в четыре руки, вообще непонятно, да, а очень просто, они нам делают подмалевок, она делает воздух, она его как бы проектирует, она его планирует, а в этом воздухе я наполняю его предметным пространством. Вот, особенно то, что связано с архитектурой. Вот, вот это кресло, на котором, которое, сундучок, который где-то там стоял у нас, где-то валялся, вот, и на вот этих досках, которые у нас тоже вот везде разбросаны, и по домику, и перед домиком, вот. Вот, и, конечно же, такое предметное пространство, оно греет душу и украсит любой интерьер. Или вот это вот самодельное кресло, которое сделал предыдущий хозяин этого домика, сваренное из каких-то ржавых металлических трубчатых конструкций, вот. Ну, я на нем встречал рассвет, для меня это просто память, вот. И сама вот эта атмосфера, вот этот воздух, это лена, вот это предметное наполнение, это я. Вот он в четыре руки, и вот такое уже самодельное изделие под названием столик. Вы себе не представляете, он ржавый, все, и на него вы поставили стаканчик воды, и который вот преломляется солнечный свет в нем. Ну, это просто атмосферные работы, они имеют и свой смысл, имеют еще большое значение в названии своем, да. Например, «Вместе нас всегда», да, два весла, которые уже на протяжении там пяти лет, что мы находимся в Грибовке, мы их наблюдаем, эти весла, и придумывать название, это тоже очень интересно. А если о жанре сказать, это что, символизм? Ну, это символизм, конечно, да. То есть, как бы, назвать это просто каким-то интерьерным или натюрмортом нельзя. Это именно символ, это символ Одессы, символ Черноморского побережья. Вот даже кусочек архитектуры вот этот, который вошел в коллекцию, он тоже не просто так. В какой-то момент купили для нашей школы капитель дорического ордера. К тому же я принимал экзамены у студентов, поступающих на специальность архитектура. И вот возникла идея сделать вот такой вот на фоне моря капитель дорического ордера. То есть, это стиль, да, это стиль в живописи, который для стильных интерьеров, правильно я понимаю? Это стиль, не только живопись, это стиль жизни человека. То есть, это стильная живопись для стильных интерьеров, короче, вот так вот, если, да, говорить? Конечно, она опросит любой интерьер. И вот, как говорил известный коллекционер Сергей Щукин, который собрал Матисса, собирал Пикассо, он говорил, работа должна шокировать. Это коллекционеры, которые заглянули в будущее на много лет вперед. Почему? Потому что они увидели вот в этих произведениях искусства, которые сейчас даже многие говорят, да, так и я могу нарисовать, да, про Матисса, допустим, того же, или Пикассо. Но на самом деле это художники и коллекционеры, которые опередили свое время. Поэтому подумайте хорошо, и ваши работы не тривиальные, не банальные работы, картинки, или фотографии, или постеры украсят ваш интерьер. А вот живые работы, написанные с натуры, и которые несут очень сильную энергетику. Ну и большая история у каждой работы есть, да, то есть здесь заложена целая информационная составляющая. Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы с Владимиром не только выставляем свои работы, а мы любим открывать новые таланты. Посмотрите, какая прекрасная девушка выставляется рядом с нами. Ее зовут Лилия Кучер. Она вышла только сейчас из какого-то учебного заведения, художественного вуза. Вот. Но она не отравилась искусством, а она продолжает действовать. И причем так нежно и так мудро, что мы сразу ее взяли под крыло и сказали, Лилечка, давай-ка с нами в Блэксиа. Посмотрите, какие она нежные философские работы выставила. Поэтому мы не слезем с этих двух девушек, с Самаркиной и с Кучер, а будем их заставлять дальше с нами участвовать в выставках. А вот пропустили работу с мастер-классом. Да, это не с этого. Это мастер-класс был. А я хочу обратить внимание ваше на вот эту технику Блэйтен Сокс. Вот посмотрите бакен. Да, вот такой бакен, который стоит, даже два бакена, которые стоят на каком-то пароходе и освещают путь морякам, которые во тьме ломятся сквозь волны. А вот бакен, который исполненный за полчаса Владимиром на подмалевке, набросанном с другой картины. У нас остались краски с другой картины. Знаете, пастос остался. Мы накидали, накидали. Посмотрите, мы новые краски здесь прозревали из зеленых. Тиоиндиго, потом что там у нас, волканскоид. Новые краски прозревали. И тут же Вовочка взял этот бакен и за 20 минут, за полчаса вот этой техникой, посмотрите, какая нежная и прекрасная работа получилась. Там, где можно еще какие-то сети, какие-то рыбки бросить. Номер 17. Это, наверное, на пароходе инвентарный номер. Вы понимаете? И опять же название. Очень важное название. Так, потухший бакен. То есть, это уже предмет, который стал историческим арт-объектом. Так же, как примус, так же, как печная заслонка, которая называется ностальгия. И когда солнце отдыхает, мы греемся у старой буржуйки с чугунной дверцей. Посмотрите, тоже нежно-нежно графическим образом вынута из-под малевка только то, что является патиной этого предмета. Какая-то бутылка, перемотанная канатами, такими видавшими виды. А бутылка, возможно, ром содержала. Это тоже морская тематика. Узнаем, как она называется. Она называется связанная. Посмотрите, она связанная. То есть, не надо пить много рома. Успокойтесь, моряки. А вот примусик, да, наши бабушки. Без примуса человек не мог пропитаться. Вы понимаете, что для того, чтобы приготовить пищу, надо было огонь. Примус – это самое настоящее произведение, могу вам сказать, интеллектуальной мысли человека, чтобы выжить. Да, костер, как сделать. А вот это какая-то легкая такая подмалевочная территория. Там, где вилка и нож показывают five o'clock. Пора пить чай. А Деды Морозы все охраняют. А Дедики Морозики. Говорят нам, что скоро Новый год. Да, скоро Новый год. И скоро новая выставка, посвященная Новому году, с самыми классными такими новогодними настроением, ситуациями. Правильно? Да, мы ее уже собираем. Добро пожаловать в галерею Аурум. Елена, Владимир. Всем рады. Приходите. Приходите.